Здравствуйте, я Анастасия Емцова, а это информбюро программы чистых новостей. И вот какими событиями запомнится сегодняшний день. Намаз на главной площади Пятигорска запрещен. Почему мусульмане города-курорты решили проводить религиозный обряд на глазах у всех? И как обосновала администрация Пятигорска свой запрет в программе Информбюро? За полгода рейтинг Степновского района среди территорий края опустился с 16-го места на 24-й уровень безработицы. Здесь один из самых высоких в регионе. О проблемах Степновского района говорили на заседании правительства края. Подробнее Олег Исаев. Первая смена всекавказского форума Машук-2013 закончилась. Накануне к участникам гостей заехал феофилакт. Что больше всего интересовало машуковцев, подробнее в Информбюро через несколько минут. Ставропольские аграрии собрали около 400 тонн яблок. И это только начало уборки. А как дела обстоят с другими фруктами, расскажет Анна Кривецкая. Завтра погода особо не изменится. Подробнее в конце программы. Степновский район – аутсайдер по всем показателям. В рейтинге территории края он занимает одно из последних мест. Хотя программы по выводу района из кризиса разработаны, утверждены. Они до сих пор пылятся на полках. Проблемы растут, как снежный ком. Ситуация в Степновском районе стала главной темой обсуждения на заседании в правительстве края. Подробнее Олег Исаев. Записывайте себе в течение месяца полностью привести в порядок в Тепновском районе дороги, которые сегодня внутри находятся вот этого района. Дороги – только малая часть проблем, которые на сегодняшний день есть в Степновском районе. За полгода его рейтинг среди территорий края опустился с 16-го места на 24-е. Уровень безработицы здесь один из самых высоких в регионе. Единственное предприятие, которое обеспечивает своих работников стабильной занятостью и зарплатой – Племзавод «Восток». На остальных жителям могут предложить лишь сезонную работу. Как было озвучено, оплата труда в районе – одна из самых низких по краю. Почему сложилась такая ситуация? Внятных ответов на этот вопрос от главы муниципального образования так и не прозвучало. «Сто процентов износ техники. Кто это определял и зачем такая техника там тогда числится? Что вы там просчитываете, если у вас подъемочного состава нет? Какой вы там пассажиропоток рассчитываете? Ну вы извините, я пассажирчик, я понимаю, что это такое. Организуйте, чтобы людей перевозили, чтобы в конце концов там бабушка могла добраться до какой-то поликлиники, доехать в центр, доехать в город. Давайте сядем, быстрее вот это все надо делать». Сельскохозяйственная и автомобильная техника предприятий изношена на 100%. Автобусного сообщения практически нет. Жители с трудом могут добраться из одного села в другое. Чиновники строят планы по развитию автотранспортного хозяйства, но воплощать их в жизнь не торопятся. «По заработной плате. Что там по заработной плате, не решается вопрос. Что вы говорите, ниже, чем у других поселений, значит средний уровень. По заработной плате. Вы разобрали, что по заработной плате? Пока работаем, Валерий Ильич, пока я не могу ответить на этот вопрос». «Вот я чувствую, понимаете, мы справки готовим. Давайте же решать не просто бумагу марать, а решать вопрос». Степновский сельскохозяйственный район. Однако земля, которая должна приносить основную долю дохода в муниципальный бюджет, фактически не работает. Не отчисляются налоги на землю, не выплачивается арендная плата в бюджет муниципалитета. Губернатор обязал профильных министров коллегиально разобраться в ситуации. «Приглашаю вас всех. В конце концов, надо начинать действовать. Приходить на землю и действовать. Вот здесь дорожка, вот здесь дорога, вот здесь надо мусор убрать и убирать. Одевать сапоги и начинать убирать вместе с коллективом. Показывать главе, если глава уже там не в состоянии этим заняться. Чем они тогда занимаются? Землю, теле?» Валерий Зеленков предложил главе Степновского района вместе с краевыми министрами подобрать профессиональную команду заместителей и в кратчайшие сроки ситуацию в районе стабилизировать. Олег СФ, Александр Колодко, Информбюро. Центральная площадь Пятигорска не место для религиозных обрядов. Накануне власти города-курорта запретили проводить коллективный намаз мусульманам, которые собирались провести в знак протеста после того, как краевой суд постановил снести две мечети. Ведь они были построены на земле, оформленной по ДЖС. Чиновники города обосновали свой отказ законом о религиозных организациях, где сказано, что городские площади не относятся к местам, в которых позволено совершать религиозные обряды. В администрацию города Пятигорска поступила заявка от Духовного управления мусульман о проведении на территории центральной площади города Пятигорска коллективного намаза. Данная заявка администрации города согласована не была, и в проведении данного мероприятия было отказано, в связи с тем, что данная заявка была подана с нарушениями действующего законодательства, а конкретно федерального закона. Об других местах проведения или еще о чем-то другом мне неизвестно, потому что такие заявки в администрацию города более пока не поступали. Первая смена молодежного форума «Машук» позади. Накануне пообщаться с участниками приехал епископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Без наставления в непринужденной форме шла беседа на самые разнообразные темы. Что интересовало «Машуковцев» расскажут наши коллеги из телекомпании ДТВ. «Машук» покидает первая смена. На всекавказский молодежный форум принял уже более 1400 человек. И это не только ребята из СКФО, но и других регионов России. А под занавес смены приехал пообщаться с молодежью епископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Формат общения владык определил сразу. Нет наставлений, только живой диалог. Множество вопросов на самые разнообразные темы встретили четкий и мудрый ответ. Говорит и священное писание «Веселись, юноша, в юности твоей». «Веселись» — это не означает просто провести жизнь в расслаблении. Само понятие «веселие» имеет очень глубокое значение. Не только в смысле физического или какого-то иного расслабления и пустого времяпрепровождения. А веселье, прежде всего, это предмет радости, который ты делишь с кем-то еще. Вопросы о толерантности и современных ценностях, об отношениях в семье и таинстве крещения. Беседа с каждой минутой приобретает все более непринужденный характер. Владыка удивляет знанием современных реалий молодежной среды и прекрасным чувством юмора. В зале царит атмосфера понимания. На трибунах уже нет свободных мест. Сейчас волнует очень сильно молодежь православная церковь, потому что это уважение перед Богом. Я сам верующий человек. Сам хожу в церкви и смотрю, как молодежь сейчас идет в большинство церковь, они идут в бар. Такие площадки, конечно, они актуальны. Это хорошо, когда приезжают сюда такие люди и можно им задать вопросы напрямую. Хотя у меня самая специфическая вера, то есть это трудно передать словами, но для меня это очень уважаемый человек, поэтому я прислушаюсь каждому слову. Особенно приятно, что он так свободно общается с молодежью. Такая неофициальная такая встреча. Это очень приятно. По словам многих участников форума, встреча с феофилактом стала одним из самых запоминающихся моментов этого лета. А сейчас мы уходим на небольшой рекламный перерыв во второй части программы. Расскажем, какой урожай фруктов планируют собрать на Ставрополье в этом году. Не переключайтесь. Спасибо, что остались с нами. Это информбюро программы «Чистых новостей». На Ставрополе собрали более 900 тонн яблок. Это только начало. Однако агрономы говорят, фруктов могло быть и больше. Град в некоторых районах подпортил урожаем. Какие прогнозы на дальнейший сбор? Анна Кривецкая из Яблоневого сада. Вот это сорт гала осеннего срока созревания. Яблоко сладкое, скорее всего, без кислоты. Мякоть кремовая. У яблока основная окраска, если вы заметили, желтая. Не красная, как сейчас. Красная получается только в том случае, если есть солнечные лучи. Если у вас где-то вот листик был, лежал листик, здесь не окрасится солнечный луч, попадет, окрасится. Ольга Матушкина, главный агроном интенсивного яблоневого сада, что рядом с селом Донским. Рассказала, уборка яблок идет только вторую неделю, а уже собрали порядка 200 тонн летнего сорта. Ольга отметила, в конце июня из-за сильного бедствия некоторые яблоки попортились от града. Но, несмотря на это, на урожайность сильно не жалуются. Этот яблоневый сад площадью 140 гектаров. И за два месяца агрономы планируют собрать все фрукты. А чтобы получить достойный результат, пришлось вкалывать. Частое опрыскивание, регулярный подкромный полив. Кстати, на одно дерево в сутки тратят 10 литров воды. А таких деревьев целая плантация. И самое основное, конечно, у нас при формировании этого урожая, определенное количество яблок стоит на одном дереве. Все остальное мы снимались. И обратили внимание, у нас здесь ковер из яблок. Особенно вот на желтых делишься, группа желтых делишься, там вообще у нас по деревьям лежат яблоки. Это не град их побил. Это мы сняли секаторами. Или 100 яблок маленьких, или 50 вот такого калибра. Что выберете? Конечно. Зачем вам очень много мелких? В Ставропольском крае за плодовую продукцию отвечает объединение сады Ставрополя. Директор Сергей Тюльпанов рассказал, в комплексе 24 сада. В Минераловодске, Кировске, Георгиевске районы возрождается садоводчество и на востоке региона. Сейчас в садах собирают в основном осенние сорта, на подходе зимние. Районы находятся в невравных климатических условиях. Где-то идет созревание чуть позже, где-то чуть раньше. В садах существует так называемый конвейер. То есть специально высаживаются сорта. По мере необходимости они поспеваются. Сейчас будет убирать голден резистор, потом будет убирать семеренку, голден делишес, рейд делишес, по мере их созревания. То есть все это идет равномерно, так чтобы в сентябре месяце, к концу октября яблоко уже было в хранилище. 1600 тонн плодов ягодной продукции уже собрано по всему Ставропольскому краю, рассказал начальник отдела растеневодства в Минсельхозе Василий Егоров. Из них 900 тонн яблок, более 300 слив и почти 200 тонн земляники. Отметил, увеличение плодов в целом стабилизировалось за счет появления интенсивных садов. У нас закладывается довольно-таки хороший объем интенсивных садов. В том году у нас более 500 гектар было заложено, в этом году уже 71 гектар, ну более 71 гектара заложено. И за счет интенсификации садоводства, скажем так, позволило только это нам увеличить с 2006 года урожайность 12 до 36 гектара плодового сада. Яблоки конкретно этого сада, что в Турновском районе, говорят аграрии, пользуются большой популярностью не только на Ставрополе, но и по всей России. Жители Красноярска, Волгограда, Астрахани и других городов тоже не прочь отведать этот плод. Анна Кривецкая, Александр Колодко, Информбюро Что посеешь, что и пожнешь, но самое главное, чтобы было где, есть ли у вас дача и что вы там выращиваете. Эти вопросы мы задали людям на улицах. Ответы в нашей постоянной рубрике «Вопрос дня». Шесть соток, теремок маленький, железный 2х2. Там все выращиваю. И картошку, и капусту, и морковь. Ну, все, шавель, петрушку, укроп. Нет дачи. Нет, дачи нет, но я живу в селе, и огород имеется, поэтому на этом огороде мы все выращиваем. И овощи все, и сад есть, и фрукты все. Эта дача у меня нет, к сожалению, но очень хотелось бы приобрести. О, есть дача. Картошка у меня. А не дорога у меня, так плохо. У меня нет дачи и никогда не было. Ничего не выращиваю, ничего не понимаю в сельском хозяйстве. Дача есть, мы ее только недавно купили. Там запущены слишком. Одни деревья. Нет, нет, есть огород. Цветы, овощи, фрукты для себя. Кроме сорняков, ничего. Есть, все выращиваю. И виноград, и персики, все у меня есть. Что выращиваем? Все выращиваем. Картофель, морковка. Ну, начинаем с клубнички, конечно. С ягод. Что еще? Смородина. Малыча. Не еду на дачу. А как же, с дачи еду. Что вы на ней выращиваете? Ничего в этом году нету, только ягоды. Ни огурцов, ни помидор. Требованием системы безопасности отвечает больше половины школ в крае. Сегодня на пресс-конференции сотрудники МЧС рассказали журналистам. Каждое ущебное заведение до 1 сентября обязательно проверят. В первую очередь смотрят на наличие и справность пожарной сигнализации, запасных выходов и огнетушителей. На случай СЧП оценили даже учителей. Вернее, их умение владеть собой в критических ситуациях. Вот у нас будет 1 сентября. Я уверен, что мы подойдем, если говорить о пожарной безопасности, к новому учебному году во всеоружии. И все 100% объектов образования, все 642, будут приняты к новому учебному году. И до настоящего времени никаких опасений по этому поводу нет. Еще раз повторюсь, мы очень удивлены, и в хорошем смысле этого слова, состояния в настоящее время образовательных учреждений в области обеспечения пожарной безопасности. Погода наконец устаканилась. Наша метеоведущая уверяет, никаких туч, дождей и сильных порывов ветра завтра не будет. Смотрим прогноз. На Чикотке установилась аномально теплая погода. А как обстоят дела с погодой в крае, узнаете прямо сейчас. Завтра в Ставрополе ясно днем плюс 27, вечером плюс 22. В Нейномыске безоблачно днем плюс 28, вечером плюс 23. В Пятигорске малооблачно днем 27, вечером 20 градусов выше нуля. В Светлограде ясно днем плюс 31, вечером плюс 23. В Георгиевске малооблачно днем плюс 30, вечером плюс 24. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы. Всю видеопрограмму вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv. Заходите, комментируйте, делитесь нашими материалами в соцсетях. Телефон редакции в Ставрополе 351345. Звоните, мы обязательно откликнемся. А у меня на этом все. С вами была Анастасия Емцова. До свидания.